Версаль Версаль Казалось бы, единственная исчерпывающая задача любого напитка – это утоление жажды. Но человек – существо чрезмерное. Он желает утолять жажду не только с максимальной для себя пользой, но и максимальным удовольствием. Русь, по свидетельству редких путешественников-иностранцев, – земля нестерпимого холода. И надобность напитки, напитки горячим, должна была соткаться в русском промозглом воздухе сама собой. Таким напитком становится сбитень. Почему столь странное название? Обычно готовится напиток в двух отдельных емкостях. В одной варят мед, и это главная составляющая напитка. Во второй – травы с пряностями – лавровым листом, перцем, шалфеем, гвоздикой, кардамоном, корицей и так далее. Затем содержимое емкости смешивают, а говоря по-русски – сбивают. Единого рецепта сбитника не существовало. Разные пропорции, разные травы. Кто-то добавлял шафран, кто-то не добавлял, кто-то мускатный орех добавлял, кто-то не добавлял. Это сотни, даже тысячи рецептов. У каждого сбитенщика были свои собственные рецепты, секретные, которые в лучшем случае сыну передавались, а в лучшем умирали вместе со сбитенщиком. Сбитень продают горячим. Для этого выбирают торговые оживленные улочки. Торговцы напитком, громко нахваливая товар, расхаживают с замотанным тряпками прообразом будущего самовара. Чтобы он не превращался в такую вязкую густую массу, его нужно постоянно поддерживать горячим. И первые самовары, условно назовем их так, это были сбитеньки. Мед в раннем средневековье – продукт, сравнимый разве что с современной нефтью. До 19 века сахар буснословно дорог, и едва ли не единственная сладость – мед. Его охотно скупают местные и заграничные купцы. Воск тоже не пропадает. Католическая церковь платит хорошую цену за сырье для свечей. Домашних пасек еще нет, и мед диких пчел, которые устраивают улья в дуплах лесных деревьев, собирают бортники. Это люди высшего сорта. Те, которые принадлежат князьям, живут на лучших землях и передаются от одного родственника другому по завещанию. Причем в завещании всегда ставятся на первое место, так как дают княжескому хозяйству самую ценную продукцию. Страстными любителями горячего напитка слывут ямщики, возницы обозов, которых сегодня бы назвали дальнобойщиками, все люди, работающие на воздухе и не имеющие возможности укрыться в избе. Популярность напитка в средние века невероятна. При этом территории Москвы и Санкт-Петербурга между сбитинщиками жестко поделены. Нарушители границ нещадно бьют. Ну, я всегда называю сбитинь – это жидкий пряник. Вот, и чем пряник хорош, да, именно своим, а таким тонким вкусом, вот тем и сбитинь хорош. Загадка истории. Сбитинь, по сути, уничтожила революция. Квас, морсы, чай и кофе остались, а вот сбитинь исчез. Все дело в том, что торговля напитком была сосредоточена в руках мелких частников, с которыми Советы боролись словно с чумой. И еще напиток не имел единого рецепта. Его прелесть была как раз в том, что вариантов приготовления насчитывалось великое множество. А советское государство стремилось унифицировать любую потребность человека в двух-трех разновидностях продукта, как оно сделало с тем же чаем и квасом. Может показаться странным, но квас никогда не был конкурентом сбитню, хотя истории этих напитков всегда следовали бок о бок. Почему? Дело в том, что каждый напиток имеет в жизни человека свое место, свою функцию. Так сбитинь был напитком-праздником, усладой, приятной уступкой вкусу. Квас же – напиток ежедневный. Уже к 16 веку существующих рецептов несколько сотен. Огромное количество квасов фруктовых, среди них самый популярный – грушевый. Кроме того, квас мятный, белый, с хреном, суточный, квас боярский, с перцем, пшеный. Перечень можно продолжать бесконечно. Крестьяне берут квас, отправляясь на работу в поле, при этом часто в него добавляют соль. Считается, что подкрепляясь квасом с солью, работающий меньше потеет. В конце 19 века медицинская служба России признает квас целебным. Его включают в солдатский рацион и рацион госпитальных больных. Существует порядка 300 сортов кваса, и в среднем до революции каждый человек это напотреблял в год примерно около 90 литров. Белые, вишневые, и на муке, и на сухариках, и на бруснике, и на клюкве, и на крыжовнике, на смородине. Между тем, в мире существуют напитки-соперники, и их соперничество уже несколько столетий. Это чай и кофе. Родина кофе – Эфиопия, но своим проникновением в мир этот напиток обязан арабским купцам. Первая чашка кофе была выпита в Европе в начале 17 века. Восточный напиток быстро завоевывает вкусы правящих элит Италии, Франции и Голландии, стремительно покоряет новые страны и территории. В России кофе первым откушал, так говорили в ту пору, царь Алексей Михайлович. Государю напиток прописали лекарством против надмени, насморка и головоболения. Но то случай частный. Моду же в России на кофе учредил Петр Первый после поездки в Голландию. Император любит, заявившись в дом купца или боярина, потребовать подать кофе, потому каждый подчиненный вынужден держать в доме запас зерен. Дополнительную популярность кофе придает мистический обряд – гадание на гуще. Здесь есть свои правила. Держать чашку во время питья нужно правой рукой, а переворачивать – левой. Обычай этот зародился во дворцах турецких султанов, но мигрировал и прижился в аристократических домах России. По легенде, именно так гадалка предсказала близкую смерть императору Павлу Первому. В кофейной гуще она обнаружила глубокую яму. Если отец Петра, Алексей Михайлович, причастен к расколу русской церкви, то Петр расколол Россию по принципу вкусовому. Петербург, а с ним и вся западная часть империи, постепенно делается зоной кофе. Тогда как Москва и земли, лежащие восточнее старой столицы, включая Казань, Урал и Сибирь, в зоны, где главный напиток – чай. Судите сами, к середине 18 века в Москве около ста лавок, торгующих чайным листом. В Петербурге – лишь одна. С другой стороны, в старой столице почти не продают и не подают в заведениях кофе. Считается, что такое разделение России на кофейные и чайные зоны продолжается до сих пор, хотя и носит менее выраженный характер. В Петровской кунсткамере приходящим наливают ведь что? Водку и кофе. И народ привыкает. И к тому, и к другому. Чай впервые приводят в Москву в 1638 году. Монгольский хан прислал царю Михаилу Федоровичу несколько килограммов чайного листа. Напиток рекомендуется исключительно в лекарственных целях. В этом нет ничего необычного. Весь мир лечится у травников, которым приписывается волшебство, и чай во дворце принимают за чудодейственную восточную траву. Царь не только пробует напиток сам, но и угощает им бояр. Заметим, знакомство с этим напитком в России произошло почти на 100 лет раньше, чем в Англии, которое впоследствии будет учить всю Европу, как этот самый чай пить. Большинство людей, заставших времена советские, убеждены, чай берет начало в Индии. Это не так. Весь чай до середины 19 века в товарном объеме – это чай китайский. Другого чая просто не было. Индийский чай, ционский чай по историческим меркам – это достаточно позднее явление. Первый заметный товарный объем чая на мировой рынке – это 1848 год, практически середина 19 века. До этого индийского чая как явления на мировых рынках просто не было. Ционский чай – это вообще 70-е годы 19 века. Распространение напитка связано с множеством анекдотов. На Руси, например, поют песню с таким сюжетом. Барин просит повара приготовить чай, но тот, решив, что это похлебка, начинает варить его в горшке, заправляя луком и перцем. А затем недоумевает, почему барин велел похлебку вылить, а его побить. Поразмыслив, повар приходит к выводу, что его главная промашка в том, что он забыл добавить в похлебку немного соли. Чай везут из Китая. При этом русским купцам запрещено торговать с Поднебесной за деньги. Государство опасается, что серебряная монета утечет в Китай, и Русь испытает денежный кризис. Потому торговля между двумя странами исключительно меновая. Пушнина в Китае была элементом статуса. То есть чай китайцы меняли на то, чтобы было им реально ценно, кроме серебра. Это была пушнина. И какой-нибудь чиновник в южных районах Китая, вот он в Планкине несли, значит, судьи, обмахивая его веером, но при этом он сидел в меховой шапке, он мог сидеть в полушубке. Почему? Это атрибут статуса, как малиновый пиджак, золотая цепь и так далее. Но та же меновая торговля дает России преимущество. В Китае пушнину ценят. В результате наши купцы привозят чай высшего качества. Тогда как с Европой Поднебесная торгует неохотно, цены держит высокие, и чтобы избежать убытков, европейцы часто закупают чай с пятой, уже использованный. К тому же груз доставляется морем, в пути он нередко подмокает. В Европе ищут различные способы восстановления чая. Однажды в качестве эксперимента партию с пятого чая заливают маслом, полученным из плодов бергамота. В результате рождается самый распространенный на сегодня сорт – Эрл Грей. Надо сказать, что и эксперимент с добавкой в чай жасмина также не был продиктован желанием вкус напитка улучшить, а лишь попыткой партию чая спасти. Долгое время чай – напиток экзотический. Даже просто привезти его в Москву – история сложная и долгая. Путь русских караванов в Китай занимал до года и более. Ввоз чайного листа в России облагается пошлиной – от 80 до 120% стоимости. Таможенный сбор от торговли чаем сопоставим со сбором от монополии на водку. Транспортные расходы, пошлина плюс прибыль, которую закладывали купцы, столь вздувают цену, что долгое время чай доступен лишь людям зажиточным – купцам, дворянам, высшим чинам духовенства, богатым мещанам. Чай, который доставлялся по караванному пути, назывался Кяхтинским по названию поселка Кяхта на территории современной Бурятии. Именно этот чай впоследствии вошел в русские пословицы и поговорки. Говорили «Кяхтинский чай да муромский калач полничает богач». Старообрядцы новые напитки отвергают категорически. Чай пьет тот, кто от Бога отчаялся, говорят они. Другая поговорка того же толка – чай проклят собором три раза, а кофе – семь. Во многих селениях крестьяне вместо чая пили отвар из трав. Заваривали липовый цвет, мяту, листья земляники, смородины, малины. В особом почете был кипрей или иван-чай. В Александровском уезде Владимирской губернии крестьяне, не имея денег, заваривали отвар из чаги – гриба, растущего на березе. И, по словам писателя Солженицына, когда медики обследовали жителей уезда, оказалось, что там меньше всего онкологических больных. Но революционная медицина эти два факта связала. В 18 веке чай начинает торговаться оптом на известных российских ярмарках – Ирбитской и Нижегородской. А в веке XIX сложится отдельная церемония. Праздник открытия крупнейшей ярмарки Нижегородской будет начинаться с продажи первой партии чая. И все равно на первых порах перед торговцами сложный вопрос – как заставить русского человека полюбить незнакомый восточный напиток? При формировании вот этой русской чайной культуры она во многом была связана с вот этой восточной экзотикой. То есть это оформление магазинов в китайском стиле, там, с драконами, с желтыми людьми, с какими-то экзотическими птицами, которые никогда не существовало. Человеку говорили, вот этот чай, он пьется при дворе китайского императора. Ты как бы никто, но ты можешь, купив этот чай, на один день или на несколько часов почувствовать себя китайским императором. Быстрее всего чай распространяется в среде купеческой. Появляется выражение «пить его по-купечески», значит, пить долго, утирая выступающий под платком. Таким образом в России рождается церемония, которая тянет за собой целый ряд изменений в кухонной жизни. На Востоке чай пьют из чашек, так или иначе повторяющих пиалы. Вместе с чаем в Китае купцы вынужденно приобретают и такую посуду. Сделана она из фарфора, материала для Европы загадочного. Чашки дорогие, поэтому купцы теряют в прибыли, а чай в популярности. К тому же горячий напиток в чашке обжигает руки. Несколько веков Европа пытается разгадать секрет китайского фарфора, но это удается лишь в начале 18 века в Германии, а в 1730 году в Вене появляется чашка европейская, у пиалы появляется ручка. А уже через 14 лет в Петербурге открывают фарфоровую мануфактуру, которая становится императорским фарфоровым заводом. Но это только начало. Обрусевший шотландец Фрэнсис Гарднер открывает в подмосковном селе Вербильцы свою фабрику фарфора. В начале 19 века поиски фирменного стиля начинает гжель, а в подмосковной пустоши Дулёва купец Терентий Кузнецов открывает завод, продукция которого известна на весь мир. Новые предприятия выпускают в основном кофейную и чайную посуду, которая значительно дешевле как китайской, так и европейской. Наконец, рождается кухонный идол – предмет, с которым иностранцы будут ассоциировать Россию – самовар. Считается, русский символ впервые появился на Урале, где в то время жили лучшие механики и инженеры. Самовар меняет жизнь русских семей. Взрослые, дети, домочадцы в определенные часы усаживаются за самоваром, обсуждают новости и решают семейные проблемы. Рождается то, что в современной психологии называется межпоколенческая внутрисемейная коммуникация. Самовар становится предметом культа. В богатых семьях был парадный самовар, допустим, серебряный, который ставили у входа. Для чего? Для того, чтобы вот как в наше время входит человек в богатый дом, видит плазменную панель, сразу понимает, что люди живут хорошо. В 19-й век человек входит в гости, видит серебряный самовар. У них все прекрасно в доме. В саму процедуру чаепития русские вносят то, чего до них не было. Например, привычку пить чай из блюдца. Русские так дорожат временем, которого у них обычно много, что почему-то не могут дождаться, пока чай чуть остынет. И пьют буквально кипяток из блюдца, отчаянно на него дуя. Вторая новинка, которую подхватит весь мир, это чай с лимоном. Известный историк русской кухни Пахлебкин утверждает, до русских свежий лимон в чай не опускал никто, не приходило в голову. Да что там лимон? В России бытовала привычка куда более экзотичная – пить чай в прикуску с соленым огурцом. Широк русский человек, говаривал классик Достоевский. Заваривает чай обычно главная женщина в семье – хозяйка. Лишь иногда, когда в дом приходят сваты, важная миссия поручалась невесте, дабы та продемонстрировала свое умение угодить вкусу будущих родичей. Постепенно чай проникает в крестьянские семьи, и выясняется, что в этих семьях чай не только любят, но хорошо разбираются в его сортах. Утонченный французский аристократ Маркиз де Кюстин, путешествуя по России в 1839 году, пьет чай в обычной крестьянской избе и изумлен его качеством. Нам это сравнение будет не очень понятно, но человеку из 19 века это сравнение было очень понятно. Он сравнивает тот чай, который он пил в простой крестьянской избе в России, с испанским шоколадом. Это эталон напитка горячего для европейцев в то время. То есть в 19 веке специально были такие гастрономические туры, когда европейская элита ездила в Испанию попить шоколада настоящего горячего. И сам факт этого достаточно хорошо показывает качество того чая для изнеженного аристократа, которое, соответственно, нельзя было найти в Европе. Люди небогатые вынуждены на заварке экономить, пьют чай некрепкий. Чтобы церемония была приятней, к столу подаются булки, калачи, пряники, печенье. То есть чай активно стимулирует увеличение ассортимента кондитерских изделий. Кулинары изобретают все новые и новые услады к чайному столу. Наконец, чай начинают сочетать с другим продуктом, не имеющим аналогов в мире – русским вареньем. Удивительно, но ни в Европе, ни в Азии хозяйки варенье не варили. Только конфитюр и джем. Чай вводит в оборот абсолютно новое слово – чаевые. Раньше извозчик, слуга в трактире, банщик, цирюльник просили на крючок или на шкалик, ну, то есть на водку. При этом все понимали, что водка – порог, а дающий поощряет грех. В оборот входит не просто новое слово, а специфика оплаты труда в некоторых сферах обслуживания. Так банщики, официанты в России зарплаты не получали, а жили исключительно на чаевых. Три раза в год чаевые давали банщикам. И если ты своему знакомому банщику три раза в год не дашь чаевые, к этому банщику можешь не ходить. Было такое выражение «с лица испить». То есть прихмахер, который видел человека, который оставит ему на чай хорошие деньги и хорошо его стриг, вот про него говорили «с лица испить». То есть человек увидел чаевые до того момента, как ему эти чаевые дали. Удивительное дело – напиток, который не был рожден в России, а устройство чайных плантаций имело в империи Романовых историю совсем короткую, во второй половине XIX века признается русским национальным напитком. За два века – срок ничтожный. Его поклонником становится вся страна. Императорский двор – сам император вместе с семьей. В XIX веке в Москве, в московских трактирах, ресторанах чайной парой называли большой, примерно трехлитровый чайник, и на нем стоял маленький заварочный чайничек. Такая конструкция в виде двух чайников называлась чайной парой. Это можно увидеть на картинах Кустодиева. Кипяток заливался из большого чайника в маленький, где была сухая заварка. Разливался по чашкам. Привычка, по-моему, купцов, которые собирались втроем попить чайку. Официанту показывали два пальца, три пальца. Это означало несить чайную пару на троих. Главный фактор, повлиявший на возросшую популярность чая – цена. За два столетия она снижается почти в сто раз. Выросла конкуренция. На рынок выходит чай индийский, чай цейлонский. Не дремлют и чаеводы Российской империи. Свои плантации появляются в Аджарии и в Сочи. Благотворно сказывается на цене и сокращении транспортных расходов. Европу и Азию пронизывают сети железных дорог. Во время русско-турецкой войны чай вводится в армейский рацион. А с 1886 года в русских войсках прекращается выдача винной порции, которую заменяют порцией чайной. В истории человечества всего в целом есть два продукта, на которых не существует потолка цены. Ну, то есть его нет. Эти два продукта очень простые. Это вино в европейской культуре, в европейском цивилизационном ареале и чай на Востоке. Если нам показать бутылку вина, европейцы скажут, что это там бордо, там такого-то года. Это хороший урожай, их сравнил всего несколько штук. И вам говорят, что эта бутылка стоит, допустим, 100 тысяч долларов, вы это восприняете совершенно спокойно. Да, это коллекционное вино. С чаем то же самое. То есть тот же Пуэр – чай, собранный из чайных деревьев в китайской провинции Юнань. И фишка Пуэра в том, что он дозревает с течением времени. Он превращается в предмет фетишек лекционирования. Крупнейшие чаи торговые фирмы – Высоцкого, братьев Поповых, Кузнецова – в начале 20 века переживают расцвет, открывая представительства в разных странах мира и занимая высокие места в мировом рейтинге оборота капитала. Рабочие союзы настойчиво требуют от хозяев устройства на предприятиях чайных. Нанимаемая в дома прислуга уходит прочь, громко хлопая дверью, если в договоре найма отсутствует пункт о чайных паузах за хозяйский счет. К концу 19 века чай набирает такую силу, что замахивается на водку. По стороне множится общество трезвости. Они ставят вопрос об открытии заведений, где не будет места спиртному. Глаз народа услышан. Открывшиеся чайные разные по статусу и ценам. Элитные посещают купцы и знать, дешевые – крестьяне и рабочий лед. Чайные пользуются преимуществами. Их позволено открывать раньше, чем трактиры. Кроме того, хозяева заведений получают арендную скидку. Но самое главное – в чайных разрешают устанавливать последнюю новинку мира техники – граммофон. Культура. Ах, мне ты, кудри, эти ясные овощи, Не дают покоя ясно до полороки. Все кончается после революции 17-го. Нет, чайные сильно придев числом остаются. Остается воспоминанием о некогда великой цивилизации сеть кафе. Но история страны словно бы пишется с нуля. Во многом с той же точки начинается история кухни советской. Субтитры создавал DimaTorzok